Мир вам, дорогие братья и сестры! Открываем первый текст Священного Писания. Это первое послание Коринфянам, 11 глава, 28 текст. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего, и пьет из чаши сей». Второй текст мы откроем из книги Иова, 2 глава, с 11 по 13 тексты. Иова 2, с 11 по 13. «И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его. И пошли каждый из своего места, Елефас, фемонитянин, Вилдат, совхиянин и Сафар, наамитянин. И сошлись, чтобы идти вместе, сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой, и зарыдали, и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу, и сидели с ним на земле семь дней и семь ночей. И никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико». Тема моей проповеди звучит так. «Главная ошибка друзей Иова». А действительно, что неправильного сделали друзья Иова? Это будет первый пункт наших рассуждений. Во втором пункте мы посмотрим, каким последствиям это привело. Почему нельзя было этого делать? И в третьем пункте мы посмотрим, а что нужно было сделать друзьям Иова? Что правильного предлагает нам Священное Писание, если мы окажемся в таких обстоятельствах? И, конечно, будем проверять себя и настраивать себя на молитву. Вначале я хочу сказать, что справедливым называют книгу Иова как учебником, духовным учебником для всех, кто проходит бедствия и страдания, а также для тех людей, у которых близкие друзья и родственники проходят такие страдания. Эта книга учит нас правильному отношению к страданиям и к страдающим. И если мы не будем держать эту книгу, ее еще называют «настольная книга для страдающего человека», если она не будет у нас сейчас настольной книгой, буквально если мы не будем вникать в нее, не черпать из нее уроки и примеры того, как надо поступать в страданиях и как относиться к страдающим, и как нельзя поступать, мы будем обречены на те же самые ошибки, которые сделали друзья Иова, даже сами того не хотят. Поэтому это для нас сегодня настольная книга. Мы вступили с вами в полосу страданий. Сегодня страдают одни, не сомневайтесь, завтра будут страдать другие. И очень быстро страдания дойдут до нас. Мы вступили в эту полосу. Начавшись, как Писание говорит и как предупреждал Господь своих учеников, начавшись эти болезни, а в греческом мы уже видим, что это родовые схватки, обратного хода они не имеют, они не затихнут. Они будут только усиливаться, усиливаться и утяжеляться, и, можно сказать, убыстряться. То есть эти схватки будут становиться все чаще и чаще, вплоть до самого момента рождения. А в этом контексте мы понимаем, это и есть приход нашего Господа Иисуса Христа. И этот период страданий и этих родовых схваток как раз и ведет к приходу нашего Господа. Поэтому восклоним наши головы, потому что избавление наше приближается. Ну так что же неправильного сделали все-таки друзья Иова? Не было никакой ошибки в том, что, услышав о несчастьях, а первый проповедник нам уже сказал о них, в один день Иов лишился всего. Всего, что было накоплено, всех богатств, всех средств к существованию. Но самое печальное – и всех детей. В один день. Но удивительно, что в этот момент этот человек, находящийся на высоком духовном состоянии, удивительно, как он отреагировал. Я хочу, чтобы мы вот эти слова тоже держали в нашем сердце, когда к нам придут страдания. Смотрите, какие слова, какая в них глубина, какая сила духовная заключена. Смотрите, что он сказал «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь». Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Но и мало того, на этом не заканчивается. Лукавый, получив возможность прикоснуться к Иову, а мы знаем, почему он получил возможность, просто потому, что Бог открыл эту возможность. Он снял защиту вначале над всем, что Иов владел, а затем и над здоровьем самого Иова, но Господь эту защиту оставил над душой его. Только душу его сбереги. И мы видим, что дьявол в большой ярости поразил Иова самой смертельной и тяжелой болезнью того времени проказы, причем от подошвы ног его по самой его теме. И мы знаем, что это смертельная проказа, и когда она поражает какой-то маленький участок тела, и то уже это смертельное заболевание, которое доставляет ужасные боли человеку, здесь все было поражено. Мы читаем дальше, как Иов говорит, что нет мне никакого спокойствия ни днем, ни ночью, все болит настолько сильно, буквально гниет кожа, она распадалась, и ему приходилось брать вот эту черепицу и соскабливать вот эти разлагающиеся участки кожи с себя. Черви завелись в этой разлагающейся коже, не было покоя ни днем, ни ночью, не было никакой ошибки со стороны этих друзей, что они пришли утешать его, и никакой ошибки не было, что подняв глаза свои, они даже не узнали его, настолько болезнь изуродовала все его внешнее существо, все его тело, плоть его, они не узнали его. И увидев, что с ним произошло, написано, что они возвысили голос свой, и правильно они сделали, они зарыдали, друзья его зарыдали, разодрали одежду свою. Они сидели вместе с ним 7 дней и 7 ночей, и видя его страдания, они даже не могли ничего сказать. 7 дней молчания. Я много читал комментариев, некоторые комментарии говорят, что это и было самое лучшее их дело. Если бы они и дальше продолжали молчать. Кто-то хорошо сказал, что сегодня время закрытых ртов, но открытых сердец и кошельков. Правильно сказано. Но не было ошибки в том, что они открыли уста. Нужно было все равно говорить, утешать нужно было, а утешение в том числе и словами. Не было ошибки в том, что они говорили Иову, что есть причина этих страданий. Иов говорил, что я не вижу причины, я не сделал ничего такого, из-за чего меня постигли эти страдания. Они говорили, нет, не могут прийти такие страдания без причины. И в этом не было греха. Они делали это правильно. Но в чем же главная ошибка? Послушайте. Главная ошибка друзей Иова, и это центральная мысль всей моей проповеди, в том, что они стали искать эти причины страданий, основываясь на своем жизненном опыте. И вот это и была главная причина, или главная ошибка друзей Иова, которая повлекла к последствиям. Мы переходим ко второму пункту. Почему нельзя было это делать? Какие последствия повлекли того, что они стали искать причину страданий? Хочу сказать сразу, мы знаем эту причину. Она сразу была открыта читающим эту книгу, для того, чтобы читающий сразу видел, что произошло. Для Иова и для его друзей эта причина была сокрыта самим Богом. Эта причина превосходила все их понимание. Они не могли осознать. Они основывались только на своем опыте. То, что они слышали, видели в предыдущих поколениях. И этот опыт можно суммировать так. Если вы прочитаете все последующие главы, то это было противостояние Иова. Иов говорил, что нет, я не вижу причины этих страданий. А его друзья говорили, а мы видим эту причину. И эта причина кроется на их взгляд в том, как и описывает Священное Писание, что что человек посеет, то и пожнет. С их стороны это и была главная причина, которую не видел Иов. Но она была не единственная. И Бог говорит, да, это справедливый духовный принцип, что человек посеет, то и пожнет, но не в случае с Иовом. И он говорит так, что есть еще причины страданий и несчастья, которые приходят к человеку. И вот этого они не могли видеть, и они этого не видели. И, следовательно, послушайте, все их рассуждения, которые в следующих 40 главах мы читаем, они были неточные. Бог говорит, что они не так точно говорили обо мне, как раб мой Иов. Они говорили не точно о причинах, они говорили не точно о Боге и о его проведении в этом смысле. Они дополнительные страдания доставили Иову своими рассуждениями неправильными. Они вызвали гнев Божий на себя. Они подтолкнули Иова, чтобы он начал оправдывать себя более чем Бога. И они подтолкнули его к тому, что он начал видеть себя праведным в своих глазах. В конечном итоге им было стыдно за все свои неверные и поспешные слова. Нужно было принести жертву, нужно было каяться. Мы сегодня с вами живем в такое время, когда огромное количество людей, сами того не понимая, и, может, даже не желая этого, но, не понимая этих духовных вещей, занимают место вот таких друзей Иова и приглашают и верующих людей присоединиться к ним, чтобы дополнительные страдания Иову нанести. Мы не должны этим заниматься. Это неправильно, как мы увидели. Есть вещи, которые скрыты на сегодняшний день самим Богом, но будут открыты впоследствии. Мы переходим к третьему и заключительному пункту. Так что нужно было делать друзьям Иова? Хочу сказать, что эта книга Иова это духовная книга. И как написано в Священном Писании, мы читаем об этом в Первом Послании Коринфянам, то вот эти истины духовные, написано так, душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Эти книги и вот эти духовные истины разум плотской не воспринимает. Он их не понимает, не принимает и не может разуметь. Поэтому, читая об этих истинах или рассуждая об этих истинах, нужно всегда это делать молитвенно. Господи, открой мой разум, дай мне растворить эти истины верой, дай мне их принять от Тебя и разуметь духовно, дай мне это духовное понимание. Так вот, что же нужно было делать друзьям Иова? Мы читаем, вот то, что они и собирались делать, нужно было делать. Они пришли утешать Иова, они потеряли эту цель за всеми этими рассуждениями. Первая и самая главная цель, что нужно было делать друзьям Иова, это утешать Иова. Утешение – это действие Духа Святого, который есть Дух Утешитель. Помните, когда Господь утешал бурю, Он сказал, замолкни, перестань. Буря часто происходит в нашем сердце. Буря, огорчение, несогласие, раздражение, злости какой-то, еще чего-то, эта буря, естественно, возникает в сердце человека, который проходит через ужасные страдания. Задача наша – вместе с Духом Святым позволить и молиться так Господу, чтобы Он тоже сказал сердцу человека, замолкни, перестань, утихомирься. Это делает Господь Духом Святым. Мы можем здесь находиться как свидетели этого действия. Мы можем поддерживать и молиться, чтобы это действие произошло в сердце человека. Утешение. Оно нужно человеку. Утешение, причем, от самого Господа. Нужно плакать с плачущими и учиться сострадать. Вот это слово «сострадать» говорит, что нужно уметь страдать вместе с человеком, как бы взять его боль и разделить ее. И очень правильно сказано, что если мы разделяем радость, ее становится больше. Если мы разделяем скорбь, ее становится меньше. Вот это нужно учиться. Не только радоваться с радующимися, но и плакать с плачущими. Вот действительно, проверим себя. Вот мы можем сегодня плакать с плачущими. Можем мы сегодня «сострадать», то есть страдать с человеком, который переносит боль. А мы, хотя это не переносим, но мы можем осознать и взять эти части страданий тоже на свои плечи. Это очень важно. Это нужно делать. Шестая глава, 14-й текст, говорится так в книге Иова. К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к Сидержителю. Это еще один момент. Сожаление. То есть жалеть этого человека. Да, он может быть не в себе. Вот Иов, хотя он сказал вначале очень правильные вещи, но дальше мы видим, он начал говорить не все хорошо. Он проклял свой день рождения. Эти эмоциональные страдания захватили где-то его, и он начал говорить, ну, что-то не так хорошо, хотя Господь его не осудил. Он понимал, что эти страдания захлестнули его. Эмоционально они захлестнули. Вот здесь нужно сожаление. Не нужно укорять, не нужно, ну, может быть, делать какие-то замечания. Нужно сожалеть. Понимать, что человек сейчас проходит эти страдания. Нужно сожаление. Если только ты не оставил страха к Сидержителю. И следующее, 1 Коринфянам 11, 28, мы прочитали. Да испытывает себя человек и судит себя. Ведь суждения и осуждения близки. Начав с суждений, неминуемо друзья Иова перешли к осуждению самого Иова. Это неминуемо происходит. Начав с суждений, переходишь быстро к осуждению другого человека. Это можно остановить тем, что в центре нашего внимания будет мое личное сердце. Да испытывает же себя человек, чтобы мы судили сами себя. суд, который бы мы хотели направить другому. Направь к своему сердцу на сегодняшний день. И это будет правильно. Это сохранит от тех ошибок, которые сделали друзья Иова. 42 глава 11 текст. Также говорится, что собрались все друзья и все знакомые Иова. И они помогли ему материально. Это еще один момент, который мы должны делать. Они помогли ему в тот момент, когда он проходил и лишился всех материальных доходов. Они помогли. И это нужно делать. Но еще очень важно набраться терпения и молиться к Богу. Вопрошать Его. Бог знал причину того, что происходит. Бог видел ее. Он сокрыл ее до времени. Но он открыл ее впоследствии. Несомненно, любая причина бедствий и страданий будет открыта. Но через какое-то время. Друзья, и поэтому нужно в этот момент набраться терпения. Нужно осознавать, что не все вмещается в наш разум и не на все мы можем дать свою оценку. Очень много вещей, которые происходят в духовном мире, а ведь так и есть, и которые являются следствием того, что происходит там на небе. Вот так же здесь мы видим, что то, что происходило с Иовом, это было следствием спора Бога и дьявола. Мы видим, то, что происходило на земле во время Даниила, это было следствием войны в духовном мире. И сам Даниил, ему было открыто, что как раз даже молитва его не могла дойти к Богу, потому что князь Персидский стоял против этой молитвы и препятствовал ей. И мы видим это также в книге Откровения, когда произошла на небе война, и затем дьявол сходит в сильной ярости на землю. Происходит то, что на земле, это следствие того, что происходит часто на небе. А это мы не можем до конца понимать и видеть в настоящий момент. Нужно набраться терпения, нужно молиться Богу, вопрошать Его. И еще очень важно, нужно позволить Богу расставить все на свои места в свое время. Это, несомненно, произойдет. Ну и книга Иова, кроме того, что это учебник, это также и все новости, которые мы сегодня можем почерпнуть. Не из других источников, мутных, замутленных, искаженных, грязных источников, из которых сегодня нас заставляют черпать информацию. Друзья, самый правильный источник, это и есть книга Иова. Там все, что нам нужно. Там все новости, которые мы должны знать на сегодняшний день. Самая радостная новость, это то, что Бог провел и Бог восстановил. Это, несомненно, произойдет. Иов прошел все испытания. Он был восстановлен Богом. Страдания освобождают человека не только от нечестия. Так написано, что страдающий плотью перестает грешить. Но страдания освобождают человека и от самоправедности. Да, хотя Иов был праведен пред Богом. Он был непорочен, он удалялся от зла, но какие-то моменты в его сердце самоправедности проявились в этот момент. И Господь отмечает это. Он был прав в своих глазах. Он оправдывал себя даже больше, чем Бога. Хотя Господь не обличил Иова, но мы видим, что Иов сам осознал свои ошибки. Он говорит, я раскаиваюсь в прахе и пепле. И это хорошо. Страдания очистят нас от всего, что еще мешает нам. Кому-то нужно очиститься от неправедности, кому-то нужно очиститься от самоправедности, но еще больше страдания подняли Иова на новый уровень познания Бога и общения с Ним. Мы не можем без страданий очень часто выйти на этот новый уровень познания Бога и не только познания, но и общения с Ним. Мы очень часто приземлены просто к этим вещам мира сего, никак не можем оторваться. Человек рождается на страдания, чтобы как искры устремляться вверх. Это откровение получил Иов. Хочешь быть как искра устремленная вверх, должен пройти страдание. Ну что ж, мы подошли к заключению. Иов это только небольшой, ну можно сказать, прообраз самого главного, того, кто перенес самые ужасные страдания, даже больше того, что перенес Иов. Это наш Господь Иисус Христос. В сегодняшний день мы вспоминаем страдания нашего Господа. Да, может быть не было у него таких потерь, как у Иова, но он перенес самые сильные страдания, те, которые не переносит ни один человек на земле. Это оставленность Отцом. Боже, для чего Ты оставил меня? Даже самый большой грешник на этой земле до конца не оставлен Богом. Мы даже не можем понять, что это за страдание, когда Бог оставляет человека. Да, сегодня грешники оставляют Бога, но Он не оставляет их. Он все равно посылает дождь на праведных и неправедных. Он не перестает даже грешнику, даже самому большому напоминать о себе, приближаться к нему, касаться его сердца, поддерживать и давать ему жизнь, дыхание и все. Но ради грешника он пошел на то, чтобы пережить самые ужасные страдания. Это оставленность Отцом. Мы даже не можем себе этого представить. Но просто даже прикасаясь духом к этим страданиям, мы должны склонить свои головы. Если в случае с Иовом ни друзья, никто из нас не был причастен к этим страданиям, то в случае с нашим Господом, как мы поем, к страданию причастен. Послушайте, каждый из нас к страданиям Господа причастен. И это приводит к тому, что мы должны действительно положить руку свою на уста. Все наши грехи, наши неправильные действия, которые мы сделали в своей жизни, они и повели нашего Господа на крест. Они причинили Ему страдания. мы забивали в Его руки гвозди. Им это факт, об этом говорит Священное Писание. Он был изъязвлен за грехи наши, мучим за беззаконие наши. Поэтому пусть эти размышления приведут нас к ненависти ко греху, к тому, чтобы мы возненавидели, любящие Бога, ненавидьте зло. Именно так мы должны побеждать грех в нашей жизни. Возненавидеть, осознать, что оно причинило и причиняет нашему Господу. И принимая сегодня эту святыню, мы испытываем себя, судим себя. Мы причастны к этим страданиям. Да поможет нам Господь, чтобы мы, осознавая все это, действительно, дали бы Духу Святому, чтобы Он проникнул наше сердце, светом Своим озарил, указал на все те действия, неправильные или вещи, которые Его огорчают, которые причиняют Ему боль. И чтобы мы не оправдывали себя, но чтобы мы встали на сторону Господа и сказали Господи, прости меня. Ничем не могу оправдаться, ничего не могу сказать. Прости, Отец. С этими словами давайте мы склонимся, приготовим наши сердца к участию в вечере, помолимся нашему Господу и вооружимся вот этими истинами, чтобы, когда придут к нам страдания, чтобы нам принимать их из руки Бога, когда придут страдания к нашим ближним, чтобы нам не быть этими неразумными друзьями Иова, но исполнять то, что мы можем делать, сострадать, утешать, сожалеть, помогать материально, молиться и поддерживать, не искать причины и не вступать в никакие суждения ненужные, которые близки ведут к осуждению и причиняют дополнительные страдания. Пусть наши уста будут часто больше закрыты, наши сердца, наши кошельки больше будут открыты в это время. Пусть Господь благословит нас, и давайте склонимся и помолимся Ему. Аминь. Субтитры